Всем привет друзья! Это канал Теннисный Балабок. Вот так вот я сижу вечерком, просматриваю линию и вот решил дать вам один интересный матч. Образировать мы с вами будем турнир в Москве Кубок Кремля. И я хочу рассмотреть матч между Молоденович и Калинская. Это у нас с вами заключительный турнир, такой крупный перед итоговым и еще пока не все танисисты на него квалифицировались, поэтому на этой неделе наш с вами ждет очень такая ожесточенная борьба. Однако эти девушки не решают вопрос выхода на итоговый турнир. Кто-то пытается все еще показать более-менее неплохой теннис в этом сезоне. Это я сейчас говорю о француженке Молоденович, которая совсем плохо выглядит в последнее время. Видно, что у нее такой сейчас кризис в игре, спад, не получается очень много того, что у нее получалось в прошлом сезоне. Калинская, да, она пока еще не достигла тех высот, которые от нее многие ждут. Все-таки пока еще маловато опыта, но все-таки она потихонечку продвигается, набирается опыта, повышает свой класс. И я считаю, что на домашнем турнире Кубка Кремля она покажет все, на что она способна, она выложится по максимуму. И домашняя поддержка, несомненно, ей в этом помогут. К тому же у Анны будет хороший повод взять реванш у Молоденовича за прошлый сезон. Ведь именно в том году на этой же стаде девушки уже играли между собой, и тогда победу одержала уверенно француженка. Но все-таки стоит учесть, что на тот момент Молоденович была в прекрасной форме, демонстрировала просто отличный теннис. А Калинская все-таки дальше была совсем сырая. А за этот год, конечно, он подобрался опыта, разыгралась немного. А Молоденович, наоборот, сейчас испытывает большой спад, как я уже сказал. И естественно, не стоит ждать от него той игры, которая была в прошлом сезоне. Поэтому я считаю, что тут недооценивают вовменти российскую теннисистку. И я предлагаю взять на этот матч две ставки. Первая это форы плюс четыре с половиной гейма на Калинскую. И еще стоит немного рискнуть и поставить на победу Калинской в матче. Все-таки я считаю, что может она тут взять реванш у француженки. Ну вот такое было мое мнение на этот матч, друзья. Подписывайтесь на мой канал, если еще этого не сделали. Также жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. И если вы еще хотите попробовать в этом сезоне что-то новенькое в плане статических ставок, то я вам рекомендую в блок-минску контору Бэтсити, где вы найдете большое количество интересных ставок. И зарегистрируешься по ссылке в описании к этому видео, вы получите на свой счет фрибет в размере 500 рублей. Ну а я буду закрывать акции. Уже прошли мой чай остыл, пока я вам обещал. Всем хочу пожелать удачи и, как обычно, увидимся с вами в новых выпусках. Всем пока!